С нового года один из заводов рыбоперерабатывающего предприятия МВВО, находящийся Виктор Павлов, возобновил работу. Продукция с данного завода уже стала поступать в магазины, однако отмечается, что на этом заводе не производятся продукты из лосося и форели. Можно ли это считать выходом из кризиса? Мы обсудим сегодня с главой фирмы PR Foods, занимающейся производством рыбных продуктов. У нас в студии Индра Казала. Доброе утро. Доброе утро. 14 декабря МВВО объявила сокращение 130 работников, потому что было предписано закрытие оба своих предприятия, и в Харку, и в Виктор Павлов. Сейчас в Виктор Павлов производство возобновилось. Можно ли это считать какой-то победой? Может быть, вряд ли, с учетом того, что основным продуктом компании была именно красная рыба, а в Виктор Павлов производится другая продукция? Ну, на самом деле, это должен комментировать сам завод, но я думаю, что мы все можем радоваться, когда все эти 130 человек вернутся на работу, на самом деле. Это такой первый шаг в правильную сторону. Но я уверен, что и откроют, и у них и второй завод. Ну, если говорить о заводах, и в частности о Виктор Павлов, то там уже была сделана чистка основательная, стерилизация, и первые анализы показали, что листерии там не обнаружено. Вот как вообще на таких предприятиях проходят такие чистки? Как стерилизуют весь цех? Ну, обычно ежедневно, конечно, после каждого семена. Но если в пустом заводе нет листерии, это, скажем, еще не показатель, конечно, вопрос, что какая там будет ситуация после трогана, они вознавляют продукцию. Но на самом деле уровень, уровень эстонской пищепромышленности на самом деле очень высоком уровне. Если смотреть, даже Финляндия, Эстония, даже Веросоюзе на первом, на втором месте. И, конечно, это только сделано для того, чтобы мы все потребители могли бы покупать, не думая, там, продукты опасны, не опасны. Это мы автоматически уже думаем, что все, что мы с магазина покупаем, это мы можем и потреблять. Ну, а вот то, что произошло сейчас с МВВол, оно как-то сказалось на других предприятиях, занимающихся тем же самым? Ужесточились ли проверки, стали ли жестче требования? Ну, они всегда были достаточно жесткие. Но упало, конечно, потребление. Но это мы все и ожидали, потому что был такой ажиотаж, достаточно такой политический ажиотаж. Я бы сказал. И видно, конечно, мы уже регулярно ведем разговоры, переговоры с чиновниками о том, какие могут быть в будущем изменения в законодательстве, что касается рыбных продуктов, например. И что говорят чиновники? Ну, у нас как раз в следующей неделе будет созидание союза рыбопромышленности и ждем встречи с новым министром тоже. И тему, конечно, все понимают, он уже на таком уровне, что без реакции мы с этого кризиса не выходим. Он больше влияет на мелких производителей, которые ориентированы на экспорт. Я думаю, что наши местные потребители все-таки, если мы в промышленности продолжаем такой, скажем, правильный курс, то я думаю, что стабильность рынка вернется в какое-то время. Но когда-то, конечно, никто не знает еще. Но специалисты говорят, что листерия есть во всех рыбных продуктах, и вопрос лишь в определенном штамме и в том количестве, которое содержится там. Если вы боитесь этих бактерий, то термическая обработка лучшее, что может помочь в борьбе. А вот что касается, например, других рыбных продуктов, вот той же самой, например, красной икры с баночкой, которую вы к нам сюда пришли, вот она же термической обработке обычно не подвергается. Ну, скажем, человечество уже, скажем, тысячами лет потребляет рыбными, значит, продуктами. И всегда, если оно свежее, вы можете все это потреблять. Вопрос свежей нет. Это как кто дает эту гарантию на сами. Поэтому надо просто смотреть на срок, если вы покупаете 100-граммовую пакетку там лосося, там, малосоньего из магазина, и вы это держите там в своем клинике две недели, там, три недели открытым, конечно, она уже не свежая. И я думаю, что не нужно такой паники на самом деле. Часть это паника в том, что вот появились какие-то такие специалисты, в том числе наши там члены парламента, которые думали, что надо вот с этой темой заниматься и давать определенную информацию там публику. Рыба не опасная, значит, где-то мы уже все, ну, я ежедневно, некоторые там еженедельно потребляют. И просто надо проверять, что мы потребляем это вот как раз в течение сроков годности. Ну, производство, например, фирмы, которую вы представляете, Перфудс, она есть в Великобритании, оно есть в Великобритании, Носарома и Финляндии. Скажем, если мы коснемся завода Носарома, он работает по каким нормам? По нормам Финляндии или по нормам Эстонии? Чем они отличаются? Также мы работаем на самые жесткие нормы, это называется БРЦ, это British Vital Certificate, это британские нормы. На самом деле, как я сказал, что вся, значит, эстонская пищепромышленность работает под достаточно жестким нормам. В чем отличаются нормы, например, из Финляндии, это как раз касается годности некоторых... Срок охранения, значит, срок охранения, значит, некоторых категорий продуктов, например, там, малосольных, значит, и свежая рыба. И на самом деле, основная, значит, тоже разница в том, что в Финляндии сети сами проведут аудиты. Например, у нас в конце года был аудит самого Лидла, самой крупнейшей торговой сети в мире. Они просто, не предупреждая, перейдут на завод, два дня там проверяли, и мы получили 99 очков от 100, который был максимум. К сожалению, пока, значит, эстонские сети этим не так занимаются. Но я бы их не обвинял в этом плане, что после вот этих событий, реально, значит, мы уже об этом и с ними об этом и говорим, как улучшить, значит... И в основном то, что какой, значит, что мы скажем потребителям. Потому что, с одной стороны, кто-то скажет, что вот всех рыбных продуктов нету листерия. Сколько уровень листерия может там быть? На самом деле, самый важный вопрос в том, что вот я как потребитель, если я пойду в магазин, я точно знаю, что я не надо, не думать об этом, а это свежее, не свежее. За это несет первоначально ответственность производитель и потом, значит, сам, значит, продавец. Торговая сеть. Да, торговая сеть, да. Спасибо, у нас в гостях был Линдра Казала. Спасибо.